Приветствуем. По-моему, даже звук просел сейчас. Ну что ж, зря, наверное, стал начинать эту игрушку, потому что любопытство начинает брать верх. Тут за кадром немножко посмотрел на схему. Да, это жесть. Ну ладно. Что поделать? Как говорится, щелчком пальцев улучшить состояние системы я не могу. Так, хотел сказать, что посмотрел за кадром. Скорее всего, пойду в обогреватель, потому что правоцентра, наверное, все-таки многовато для меня будет. Затем надо будет еду и снаряжение. Еда на обогреватель, в первую очередь, потому что, если я правильно понимаю, они где-то за день эту технологию смогут источить, а у нас через день уже похолодание. Значит, обогреватели могут потребоваться. Хотя, конечно, улучшать надо это. А, еще такой момент, что обратил только сейчас внимание, ну не сейчас, а когда осматривал все это на паузе, что пост добычи, оказывается, дает тепло. И мне, правда, вот интересно, он дает тепло по радиусу, что было бы странно, или только если кто-то в него заходит. Ну, тогда вопрос, а в него вообще кто-то заходит или нет? Так, минуточку. Ну, здесь ставить уже бесполезно, насколько я смотрел, тут ресурсов осталось всего ничего. А вот здесь можно будет, как раз вот как продолжение охотничьего домика. Это, кстати, тоже разбирать надо. Да, это обломки. Как их свернуть-то? Ладно, убрать. Ну, куча угля. Да, вот где-то здесь тоже придется поставить домик. И потом надо будет уже ориентироваться, скорее всего, на лесопилку, но это уже не точно. Так. Дерево мало, но оно нужно на тот же пост с добычей. Попробуем вот так вот поставить. Как все печально. В прошлый раз, по-моему, так сильно все не проседало. Да, кстати, на уголь тоже же надо акцентировать. Обеспечить источник свою пищу. Построить домохотника или теплицу? Учитывая, что теплица у нас не изучена. Я реально считаю, что я вот сходу должен был изучать теплицу. Что? А, ну да, еды нету. Это я понял. Я его часов в восемь запущу снова. Не волнуйтесь, ребята. Так, стоп. А вот тут огромное количество угля. Блин, надо было сразу здесь ставить. Потому что сейчас холда придут. Как раз таки пост добычи их согреть должен будет. Да что же за кошмар такое творится? Интересно, дорогие. Можно будет потом разобрать, чтобы получить древесину обратно? Не хватает. Ждем десятка древесина. Почему желтым? Пауза. Хорошо. Ну все, ничего. Рабочий не подходит к концу. Не знаю, успеют или не успеют. Исследование тоже почти завершено. А. Пауза. Быстрый сбор на 15% быстрее. Так, отопление обогревателя. Ох, блин, совсем забываю, что нужно кучу древесин для всего этого. Ну, благо, дерево еще есть. Поэтому шансы не полностью потеряны. Так, посекает. А, не успели. А, не успели. Так, закон. Тут тоже, кстати, лазил в законах. И мало того, что заметил, что вот здесь, оказывается, есть продолжение, которое я раньше не видел. Так, еще после детских убежищ нам будет доступен либо детский труд любые работы, либо, я так понял, их, возможно, будет отправить в помощники медикам и инженерам. Если я правильно понимаю, как это работает, то люди будут либо быстрее выздоравливать, либо быстрее что-то изучаться. Но для детских убежищ мне как раз таки тоже сколько там требуется. А. Ну что ж ты будешь делать? Почему в этот раз-то все так ужасно, а? Вазовый уровень тепла. 20 давесин, 2 стали. Ну и плюс, я не знаю, аккумуляторы. Эти тепловые станции надо будет саму делать или нет? Так, через сколько, кстати, можно будет? 18 часов. Ну и следует, у нас обогреватель не скоро. Черезначальная смена. Бойцовская арена? Едите, у нас народную нету. А вы их драться отправляете. А потом будем ампутировать и в конечности? Ну-ну. Здесь, кстати, потом никакого продолжения нет. Хотя, может, он поест потом. Сортировка больных, переполнение, двойные пейки для больных, увеличивает скорость исцеления, насколько я помню. Не знаю. Ускорить выздоровление. Сортировка. Знаю, что делать с ортировкой. После дома опеки идут, кстати, протезы. Но тоже не совсем уверен, что это следует делать. Кладбище. Это при условии, что кто-то вот начнет немножко того. Иначе, говорю, много чего можно принять. Но просто в силу того, что у меня сейчас ресурсов на все это нет. И кое-что не следовало, что могло помочь. Слов просто нет. Круто, сидим на месте ровно пока что. Не вижу, какой закон можно принять. По крайней мере, до создания обогревателей. Так, сколько здесь, кстати? Пять. А, их всего пять. И здесь пять. Так, убавляем. Снижаем риск, что кто-то заболеет. А когда они все это доделают, надо будет их перенаправить в максимум ящиков. Тоже по максимуму. Может, металла пока что хватает? А, да, кстати, тут еще можно было бы построить, конечно, маяк. Но пока что ресурсы лучше беречь. М? Это еще что такое? А, двое лечится. Ну, хорошо. Главное, чтобы они не сильно болели. Итак, кстати, судя по карте вот, ну, по распределению, я думаю, когда прохладно, это еще допустимо. Ммм, комфортно. У наших ребят приемлемый уровень. Это кто-то такой гениальный? Потопал через снега. Что там? Отопление отключено. Ой! Хорошо напомнили. Сейчас бы заморозил. Что с температурой? А, не, я же вроде бы уже должен был это читать. Ах ты ж. А сколько требуется в рабочий? Нет, нет, нет. Вот это вот потребует рабочих. У меня есть пять рабочих, слабо. Опотники. Как этот город отправляется в морозы на поиски еды. Они работают с 18 до 6. Поначалу они просто не были 15 сентября еды. И следует улучшение, чтобы у всех... Блин, я не знаю, хватит ли мне 15 единиц на сколько там? На 80 голодных ртов? Что там? Смысль ли не соединена с генератором? Блин. Я думал, что вот это вот и есть прямое... Ну, в смысле, я думал, что вот если они рядом стоят, то считается дорогой. Йоколомоне. Так, люди нашей группы нашли источник основных ресурсов, теперь можно заняться спасением других членов экспедиции. Постройте мэк, следите морозной земли спасите. Столько вы живете, сколько сможете. Вам понадобится мастерская для изготовления чертежа более сложного здания. Да-да-да-да. Мастерская у нас есть. Спасите выжившую членов пропавшей экспедиции. Постройки маяк. Как только буду верен, что у меня будет достаточно древесина. Потому что она здесь быстрее всего, по-моему, исчезает. В охотничью хижину уже 15 человек? Вы шутите? Жесть-то какая, но мне в любом случае нужно... Стоп. Так. Что-то как-то не с этим ясно. Ладно, если я правильно понимаю, сюда мы назначаем. И сюда мы назначаем. А они уже сами ищут, да? Ладно, допустим. Болезнь медицина. Это я вроде тоже уже читал. Зачем мне еще раз показывают? Да-да, еда не готовится. У нас охотников нет. 15 в день. То есть это 30 пайков где-то получается, если я правильно понимаю. 30 пайков на 80. Что-то я не уверен, что этого хватит. Надо либо еще одну палатку. Ну, блин, у нас рабочих рук может не хватить. Так. Сколько там? Десятка? Тут никого нет? Так. У нас 5 свободных рук. Блин. Так. Надо посмотреть, сколько... Где-то это теплица. Еда, еда, еда. Теплица. Второй уровень. Блин. Это после снаряжения надо будет сразу изучать. Потому что, ну... Кстати, а можно лучше? Потом теплица будет. Где-то полез. Теплица. Термоизоляция. Промышленная селекция. Теплица. Да, можно будет улучшать. Впрочем, как и снаряжение охотников. Ну, блин. Очень полагаюсь на то, что теплице все-таки удастся. Так. Ну что ж. Пошел третий день. Пять? Вроде бы они в шесть были. Ну, в смысле, пробуждались. Ну, хорошо. Так. Ну-ка. Температурная. О, надо же. Ух ты. Ребята начинают лучиться позитивом. Учитывая, что я ожидал, что они за первые полчаса немножко того. Да-да. Летензивных заводов нет. Ну, и учитывая, правда, скорость, какой технологии внедряются, это, скорее всего, технологии у них уже есть. Просто не успевают их адаптировать и развернуть. Ай-яй-яй. Так, пора выключать. Кстати, охотники. Где охотники? Они же должны были принести 15 единиц руды. Еды в день. У нас похолодали на носу, они еды не принесли. Так. Сталь. Куча угля. Там уголь добывают. Пока что это должно хватить. Получается, на сталь надо будет построить. С другой стороны, у нас есть свободные люди. Можно было бы построить еще одну вот эту штуковину. Я не помню, насколько они там ускоряют исследования. Где тут исследования? 30, 50, 60. Угу. Две мастерские были бы, кстати, да. Мастерские, мастерские. Технологии. 15 тревесин и 5 стали. Ох. Ну, попытаемся. Вот. 77. Что значит? 7 свободных рук? Ну, почему? Как это? Как это должно быть связано? Вообще не понимаю. 4 свободных руки. А, так. Ладно, они работают. А у меня вообще инженеры свободные есть? Да, гораздо так инженеры у меня не свободны. Стальные бумки истощились. Быстренько истощаем вот эту вот часть. 33 это эффективность, что ли? Да. Ого! Что-то в этот раз он быстрее погас. И это просто потому, что я быстрее все это поставил. Так. Ура! Обогреватели излучены. Вот. Есть один уголь. Хорошо. Теперь можно принять в законах... Я же правильно понимаю, что можно будет обогревать этот детский приют? Убежище. Сколько у нас там? 23 весины. У нас есть 23 весины? У нас есть 23 весины. А, стоп, что? Ладно, не проблема. Сначала надо поставить... Люди. База уровня тепла 2. То есть сам по себе. Люди 15-9. У нас как раз их 15. Он, правда, поменьше, чем я ожидал. Ну, пусть будет рядом с инженерами. Дети будут смотреть и вдохновляться. Рабочую руку у нас сейчас свободно хватает, я так понимаю. Да. Не волнуйтесь. Сейчас вот закон ткатится. И все сделаем. Что? А, не указано целеследование. Едите. Это что надо было такое промахнуться? Еда, здоровье. Так, срочно снаряжение охотникам. Оно очень нужно. А, во, еда появилась какая-то. Рано в том, что если я правильно понимаю, после похолодания я уже не смогу так просто выключать реактор. Отлично. Древесина закончилась. Блин. Сколько стоит мастерская? Блин, ресурсы. Ладно. А, да, штых, етить, колотить. Нужна связь с улицами. Опять 25. Что-то вообще таким образом удовольствия от игры не получаешь. Любопытство на месте? Ха-ха-ха, нет, древесина. Нет, я имел в виду другое. Дайте выделить. Так, стоп, блин, на паузу. Нет, цветы. Рабочая сила. Это вроде бы тоже... Зачем они мне показывают эту иточку за раз? Детская убежь и строятся, все в порядке. Проблема в другом. У меня здесь некого поставить. Точнее, у меня есть кого поставить, но я не могу их поставить, потому что у них нет дороги. О, ребята, ребята. Ладно. Что у нас тут? А, стоп, а напрямую можно их назначить? Хм, можно. Так, 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 технологии, технологии, технологии. Тут, блин, улица. Все, хорошо. Так, давайте. Хорошо. Ох, опять исследования. Я их задал. Не надо мне тут... Они, конечно, не успеют да исследовать. Но ничего. Уголек есть про запас. Так, ладно, ускоряем их. Хм, по-моему, у нас даже пока же небольшой плюс. Ага, вон, пошли есть. Что за дела? Дети под присмотром. Детский бюджет построен. Дети находятся там под присмотром взрослых. Жители могут работать и беспокоить за судьбу своих детей. Надежда растет. О, это прекрасно. Что еще? Отопление отключено. О, да что ж такое? Я опять проморгал. Хорошо мне напоминают. Иначе вы действительно задубели у меня. Пока что, кажется, держимся. Как ни странно. Неинтересно. Перемена погоды. Так, в городе постоянно меняется. Здесь заправленная погода на ближайшие 5 дней. Которая находится справа. Текущая температура. Верхчая часть экрана. Значок термометр. Показывает динамику. Заним температурный. Видите динамику курсора, чтобы узнать больше. Это, наверное, все холодает. Температура в зданиях также падает. Разные здания. В случае разной защиты от холода. Чтобы увидеть все факторы, являющиеся температуры в здании. Видите курсорный значок температуры в его панели. Это такое ощущение, что окружающий предмет они специально ждут. Пока я начну что-то делать и начинают издеваться надо мной. Это чисто то, что у меня даже, как бы сказать, система начала люто протормаживать. Это потому, что муда была, не фонтан, но не настолько ужасно. Так, ну. Куда бедно ориентируемся. Просто сейчас я немножко в растерянности. Не знаю, что еще построить. Хотя вот законы, конечно, и... Да я понимаю, что вы еще ждали. Что? А почему? А-а-а! То есть, если бы я принял... Тут не совсем очевидно показано. Я думаю, что если мы принимаем, как это называется, безопасные работы, потом дальше продвигаться нельзя. То есть, все, это тупиковая ветвь. А, ну, оказывается, просто выбираешь и дальше по одному из подходящих. То есть, сначала безопасные, потом любые работы. А теперь я только могу в ученики их послать. Ну, ладно. Я просто хотел еще посмотреть, вдруг какой тут вариант интересный был. На арену, как я сказал, не забираюсь рассмотреть. Кладбище, избавление от трупов. Трансплантации органов. Они трансплантируют органы, собираются прямо от избавленных трупов? Ну, не, просто по избавлению они тут их закидут в яму. Они потом их выкапывают, трансплантируют? Не, конечно, мороз он сохраняет, но... Что-то подозрительно. Надо подключить детюшек все же к лучшему научной деятельности. Она сейчас нам в крайней степени важна. Блин. Я вот смотрю на этот термометр приближающийся. Их сейчас страшнее станет. Страшнее и страшнее. А че это они тут ходят? Ребят, вы чего? Ребят, вы куда? А, это охотники? А че они в эту сторону пошли? Не, просто я вот старался около вот этого сломанного подъемника. Хотя, сейчас я не совсем понимаю, как они вообще должны отсюда выбираться. Ну, ладно. Едить, как у нас мало еды. Единственное, мы успеем вообще изучить эту теплицу, пока все вымрут от голода. В смысле, к тому моменту, как это произойдет. Какой маяк? У нас еды не хватает. Они еще хотят 20 человек дополнительно найти. О, один выздоровел. Обещание выполнено. Какое обещание? Не обещал я ничего им. Люди довольны. Тут радует. Ладно. Сидим, ждем. Ну, переназначить я их куда-либо пока все равно не могу. Ну, хорошо. Ребят, на позитиве. А вот... Пока что придется отключить. Хотя вот сейчас подойдет холод. О, о, о. Стоп, что это? Слишком холодно для работы в здании. Блин. Оп. Возвращаем. Хотя, стоп. Что за работа в здании? Так, обогреватель. Тихо, 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 тихо. Недовольство спокойнее. Обогреватель. Ну-ка, что у нас тут? Едить. Едить. Ужас-то какой. Прохладно, прохладно, прохладно. Стоп. А здесь нет. Здесь и так приемлемо. А здесь... Ладно, пусть лучше будет приемлемо, потому что это все-таки, по-моему, медицинский центр, да. Там обязательно должно быть. Блин. Ох, сейчас угля пожгем. Ох, сейчас угля пожгем. Нет, здесь обязательно надо. Да, не рассчитываю, что будут такие расходы. Но мне нужно их беречь. Возможности. Хотя я сейчас без угля останемся и... Ладно. Не будем о печальном. Едить в этом месте, где там настолько холодно, что даже обогреватель не помогает. Едить. В смысле? Там очень холодно, что ли? Ужас какой. Ох, сейчас больные посыпятся. Как снег на голову. А хотя нет. Вроде как быстрее добывают уголь. Чем он тратится? Какие-то шансы есть. Чуть-чуть быстрее. Да еда была у тебя уже в курсе. Спасибо. Тихо. Пауза. Охотничество снаряжения изучено. Теперь. Отопление. Нет, мне нужна еда все же. Теплица. Ресурсы. Лесопилка тоже нужна. Сколько она изучается? 7 часов минимум. Точнее, от базы. А это что? 50 дерева. Ну, выбора уже нет для лесопилка. Без нее нам хана. Ну, точнее, им. Блин. Боюсь, не успеют они до конца рабочего дня исследовать сопилку. Нам тут еще держаться и держаться. Не пойми сколько. На ночь придется форсировать, значит. Где он тут? Да, увеличится нагрев. Надеюсь, он ночь выдержит на усиленном режиме. Кстати, а увеличение радиуса, оно увеличивает затраты угля? Или это просто более корректный теплораспределение будет? А что у нас по температурам? Все плохо. Ну, и по крайней мере, не так хорошо, как хотелось бы. Ага, здесь нельзя поставить. Ну, правда, это очевидно, что рабочие здесь не сидят, а уходят куда-то. Недовольство. Холод дома. В смысле холод дома? Ну, ладно, наверное, сейчас кому-то из них холодно. Хотя детишки вроде обогреваются приемлемо. Чего ты, е-мое, забыл? Можно же их отправить на помощь остальным. Так, инженер меня, впервые, что интересует. Мастерских помогает, повышая их эффективность. И идти только через один день с лишним можно будет. Медучреждение. Вот это. Хорошо, это радует. Ну, извини, литература и искусство. Ты какая суровая дама. А ведь если бы сразу понял, может быть, и успели бы изучить. Что там уж делать? Почему у меня... Ай-яй-яй. Стоп. Что там? Благодарственная записка. Мы просто хотели поблагодарить вас в Лондоне. Только богачи могли себе позволить не отправлять детей работать. А в вашем новом мире все будет по-другому. Это заметно. О, красота такая. Меня похвалили. Хорошо. Лесопилка изучена. Ха-ха-ха-ха. Маяк. Нет, никакого маяка. Мне сначала надо как-то у этих ребят оживить. Паровой центр. Улучшение генератора. Так, это тоже 50 стоит, да? 50. Генератор... А, блин. Генератор, кстати, больше энергии требует. В смысле, угля. Для такого обогрева. Ладно, фиг с ними. Ресурсы, ресурсы. Лесопилки есть. Теперь надо добраться до теплицы. Потому что еда все же... 50. Кстати, а лесопилка сколько стоит при постройке? Лесопилка, лесопилка. О, боги? Нет, ресурсы. Лесопилка. 10-3 силы всего? Офигенно. Блин, обломки мешают. Мне интересно, надо, чтобы они полностью захватывали? Или вот так вот частично можно? Так, тут сталь. Нельзя трогать. Такого важного здания. Я думаю, что лесопилка должна быть здесь. Блин. Как же оно... Располаг... Как бы его расположить так, чтобы он и захватывал? Так, уголь. По-хорошему, вот здесь вот лесопилка... А, нет. Опять источник ресурсов. Вот здесь вот лесопилка пусть будет. Что-то здесь неверное размещение. Я вообще-то на улицу нажимаю. Все. Потом они его построят, ее... Что? А, не указано целеследование. Думаю. А, ну все правильно, она и будет не указана. Паровые. А, три в час. Двадцать стали. Может, действительно, это эффективно? Просто не знаю. Маяк пока нельзя. Угледобытчик. Тоже полезная штуковина. Сталитейный. Пока что не так востребован. Пятнадцать требует. Двадцать пять. Да уж. А можно я на сталитейный железо потрачу? У меня тут остатки пока что. Тоже дерево. Пакет. Блин. Пока вроде как держимся, но все не уверен. Хм. Ладно, постараемся. Когти какой они все равно не успеют. А мне как-то надо. Выкручиваться. Блин. Так далеко я не планировал. Где добыть чек? Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Все а я... vi их не успеешь. И что ли... Ну ладно. И твое Ek delivering.